Здравствуйте, уважаемые студенты! Тема нашей сегодняшней презентации Ведение в ортодонтию Полусерта новорожденного Ребенок рождается без зубов, хотя в челюстях имеются зачетки всех временных и постоянных зубов. Выражены дистаневые валики, которые имеют форму полукруга. Нижняя челюсть находится дистальная верхней челюстью в пределах 7-14 мм. Язык свободно располагается за дистаневыми валиками. Имеется небольшая вертикальная щель до 2,5 мм. Строение полусерта у новорожденного отличается особыми элементами, приспосабливающимися к акту сосания. Хоботообразные губы, дистаневые валики, выраженные поперечной складки и плоское небо выраженная жировая прослойка щек, комок виша. Слабо выраженный суставной бугорок ВНЧС создает возможность беспрепятственно выдвигать вперед нижнюю челюсть, что необходимо для акта сосания. У новорожденного рефлекс сосания сформирован в норме сосания, активное глотание, свободное дыхание не затруднено, в покое губы свободно сомкнутые. Виды физиологического прикуса Характеристика временно-физиологического прикуса Различают два периода формирования временного прикуса. Первый период от 6 месяцев до 2,5-3 лет. Второй период от 2,5 до 5-6 лет. Сформированный временный прикус. К 6 месяцам прорезываются два нижних центральных лица. Нижняя челюсть перемещается вперед. Кончик языка располагается за передними зубами. Сохраняется функция сосания. К 12 месяцам прорезываются все резцы. Заканчивается активный рост нижней челюсти во фронтальном участке в ширину. Нижняя челюсть сместилась вперед до контакта верхних и нижних листов. Верхние зубы несколько перекрывают нижние. Активизируется функция жевания. При глотании кончик языка упирается за верхние и передние губы. Отмечается напряжение щечных мышц. Дыхание носовое. Рот во время сна закрыт. Губы сомкнуты. Показателем физиологического прорезывания временных зубов является своевременность, последовательность и симметричность прорезывания. К моменту завершения прорезывания всех зубов, в 2,5-3 года формируется временный прикус. Сформированный временный прикус характеризуется следующими клиническими признаками. 10 зубов на верхней челюсти и 10 зубов на нижней челюсти образуют зубные ряды в форме полукруга. Верхние и передние зубы немного перекрывают нижние и плотно с ними контактируют. В области боковых зубов в соотношении окклюзии отмечается плотное фиссурно-бугарковое смыкание первых и вторых маляров. Фронтальные зубы располагаются физиологическими тренами. Дистальные поверхности вторых молочных маляров находятся на одной вертикальной линии или образуют мизиальную ступень. Физиологическая стерамица режущих краев временных лицов, бугров, клыков и маляров. Ментинологически отмечается физиологическое рассасывание корней временных лицов. Сменный прикус является переходным от временного к постоянному. Сменный прикус имеет два периода. Период формирующегося сменного прикуса и период сформированного сменного прикуса. В первом периоде прорезываются шестой, первый, второй. Во втором периоде прорезывают четвертый, пятый и третий зубы. В основе сменного прикуса лежат подготовительные явления к выпадению временных зубов и прорезывания постоянно. В смешанном прикусе продолжаются все процессы, характерные для сформированного временного прикуса, продолжается физиологическая стираемость временных зубов. Увеличиваются физиологические трен и диастемы. Рассасываются корни временных зубов. Наряду с этим процессом происходит формирование корней и прорезывание постоянных зубов. Меняется форма зубных рядов. На верхней челюсти постепенно формируется зубной ряд в виде полуэллипса на нижней челюсти парабола. Живательная эффективность на первом этапе в период прорезывания первых и последних маляров несколько повышается. Но при выпадении временных маляров отмечается резкое физиологическое падение эффективности живательной функции. Цифрами указан порядок прорезывания зубов. Первый прорезывается первый постоянный маляр как на верхней челюсти, так и на нижней. Далее на верхней челюсти прорезывается первый и второй резец. Первый, затем второй. При маляра и после клык. На нижней челюсти первый и второй резец. Затем клык. После прорезываются первый и второй при маляре. Завершается прорезывание зубов вторым постоянным маляром на верхней и низней челюсти. Постоянный прикус делится на два периода Первый период формирующегося постоянного прикуса и второй период сформированного прикуса Первый период идет формирование корней постоянных зубов Седьмой зуб прорезывается в 19-19 лет Формирование корня у маляра примерно 4 года Следовательно, в 20 годах наступает второй период постоянного прикуса К физиологическим видам прикуса относятся ортогнотический, прямой, физиологическая прогнотия, физиологическая апистагнотия. Характеристика ортогнотического прикуса – верхние и передние зубы перекрывают нижние на одну треть коронки с наличием режущей бугоркового контакта между ними. В боковых отделах верхние зубы своими щёчными буграми перекрывают нижние. Каждый зуб, кроме центрального резца нижней челюсти и верхнего последнего зуба, имеют два антагониста. При этом каждый верхний зуб артикулируется одноимённым и позади стоящим нижним зубом. А каждый нижний зуб с одноимённым и впереди стоящим верхним зубом в срединной линии челюстей и лица совпадают. Головка нижней челюсти находится у основания скота. Песочные и мимические мышцы находятся в связи минимального тонуса. Шесть нормальных ключей окклюзии по Эндрюсу. Первое – это отношение маляров. Второе – это ангуляция, визодистальный наклон коронки. Третье – это инклонация коронки, вестиблюоральный наклон. Четвёртое – это ротация, отсутствие поворотов. Пятое – это пространство, отсутствие пространств между зубами, точки контакта плотные. Четвёртое – это окклюзионная плоскость. Плоскость окклюзии варьировалась от плоской до лёгкой кривой шпея. В 1933 году КАЦ разработал понятие «функциональная норма». Оно включает ряд параметров физиологического прикуса, обеспечивающего функциональный морфологический и эстетический оптимум. В переднем отделе верхние зубы перекрывают нижние на одну треть коронки или находятся в прямом контакте. В боковых отделах щёчные бугры верхнего зуба перекрывают щёчные бугры нижнего зуба. Все зубы контактируют между собой. Множественный контакт зубов верхней челюсти с зубами нижней челюсти. Каждый зуб имеет двух антагонистов. Для зубов верхней челюсти это одноимённый и позади стоящий, а для зубов нижней челюсти – одноимённый и впереди стоящий. Исключением является первый резец на нижней челюсти и последний зуб на верхней челюсти, которые имеют по одному антагонисту. В боковых отделах отклюзённые поверхность зубов имеют фиксурно-бугорковый контакт. Верхняя челюсть при постоянном приступе по своей форме является полуэллипсом нижней параболы. В положении покоя нижняя челюсть между зубами имеется расстояние физиологического покоя, примерно равное 2 мм. Головка в зубе челюсти при положении нижней челюсти в состоянии покоя находится у основания скота, военной челюсти, оживательной мышцы в состоянии минимального тонуса. Всё это находится под контролем центральной нервной системы. В виде физиологического прикуса указан ортогнотический прикус, прямой прикус, физиологическая бипрогнотия, физиологическая апистогнотия. Функция зубочерестной системы. Функция смыкания гокл, функция глотания, функция речообразования, функция откусывания пищи, функция переживания пищи, функция дыхания. Ротовый тип 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 дыхания.